МОЛДОВА Вряд ли, но ответы на некоторые из них я намереваюсь получить у моего гостя. Сегодня это глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажикс. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что приняли наше приглашение, потому что мы на самом деле очень хотели получить ответы, что называется, из первых уст, потому что то, что думает по этому поводу молдавская власть, что думает молдавская оппозиция, мы все это время слышали. Теперь очень хочется узнать, что думаете по этому поводу вы. Давайте вначале начнем с общей какой-то оценкой. Вот в чем состоит важность получения этого статуса для страны и для граждан конкретно? Я думаю, что, во-первых, это вопрос ясности и новых возможностей, поскольку действительно было это желание евроинтеграции. Иногда она была меньше, иногда она была больше среди и населения, и среди политиков. Но не было ясности, как далеко можно дойти. То есть сближение, да, но сближение до кузова. И сейчас это ясно. Если Молдова будет успешно продвигаться по всем вопросам, где еще есть проблемы, и проблем, конечно, есть, то конечная цель, и это даже не конечная цель, но цель это полноправное членство Евросоюза. То есть Республика Молдова, благодаря этому решению, может начать путь к тому, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, как является Румыния, как являются 27 стран на данном этапе. Вот тема сложностей при принятии решений, конкретно давайте скажем по Молдове только, пока не будем касаться Украины. Ведь очень много было скептиков. Вот признаюсь честно, вы тоже с первого дня не очень верили в том, что это в принципе возможно? Ну вот в последнее время. Или верили? Я верил. Верили все-таки. Приятно. А почему нам поверили страны-члены ЕС? Как вы полагаете, какие у них были аргументы, вот почему? И что будет, если мы это доверие, например, не оправдаем? Я думаю, что действительно это вопрос веры. Поскольку есть объективная реальность, и есть то, чему верят или не верят. И та удача Республики Молдова, которая у вас есть, как у страны, это то, что стране поверили. То есть если говорить с европейскими политиками, они все любят Молдову. Поскольку то, как страна развивается, это то направление, на которое многие надеялись. И когда были тоже времена, когда прогресса не было, и даже был регресс, и даже отношения ухудшались. Ну, конечно, это была совершенно другая ситуация. Но тот вектор, который сейчас появился, что есть желание народа, Республики Молдовы, который он выявил в выборах, голосуя за тех, которые говорили, и что хотят реформы, говорили, что хотят европейского пути развития. И что в результате получилось и правительство, и парламент, которые не только говорят, но и делают в этом направлении. То есть это не только голословная вера в что-то абстрактное, но что-то, где уже есть какие-то позитивные движения. Я думаю, что это то, что очень сыграло на руку шансам Молдовы стать кандидатом. Ну, даже скажу откровенно, наверное, в отличие от Грузии. Так. Поскольку там вот как раз динамика была другая. Раньше было более позитивное развитие, и, к сожалению, сейчас она не такое позитивное. И, наверное, это могло и поспособствовать тому, что Республика Молдова стала кандидатом к Грузии. Нет, пока нет. На чем именно сегодня должна сосредоточиться молдавская власть? Вот в экономике, в политике, в социальной сфере. Потому что, понимаете, как? Вот время сейчас покажет, что каждый будет по-своему понимать те обязанности новые, которые у нас появились с тем, когда нам предоставили статус страны-кандидата. Что нужно делать? Во-первых, нужно работать на развитии страны. Поскольку не нужно исходить из того, что что-то нужно делать ради Евросоюза. То, что нужно делать, это ради своей страны. То есть, если посмотреть, например, те же самые элементы, которые были выявлены в мнении Европейской комиссии, ну, они покрывают широкий спектр вопросов. И, наверное, в этом и кроется часть ответа на ваш вопрос. То есть, нужно работать на многие приоритеты. Поскольку нужно и развитие политической, например, вот тот же самый процесс очищения правовой сферы. Нужно развитие экономики, поскольку, ну, все-таки это очень важно, чтобы любая страна-кандидат, и тем более страна-член, были функционирующие рыночной экономикой. И, конечно, нужно развивать социальную сферу. Поскольку Евросоюз — это не только торговля. Это тоже ценности. И вот одна из ценностей — это солидарность. И я думаю, что важно продолжать работу над тем, чтобы больше помощи предоставлялась тем, которые в особо трудных ситуациях. И не секрет, что зима, наверное, будет не такой и лег. И поэтому важно, чтобы правительство работало в этом направлении. Ну и, конечно, параллельно вот этим всем основным приоритетам нужно работать, с моей точки зрения, с точки зрения Евросоюза, на том, как продвигаться над теми элементами, которые были обозначены в мнении Еврокомиссии. И могут появиться и новые элементы. И они будут появляться, поскольку были области, если хотите, могу пойти дальше в детали, которые, во мнении, были только затронуты частично. Не сомневаюсь. Я думаю, что мы поговорим о деталях. Но пока вот как вопрос поставлю. Не знаю, заметили ли вы, но у нас лет 8 назад, что ли, знаете, было модно говорить, может, даже 10, было принято говорить о европейских принципах и ценностях. У нас политики выходили к высокой трибуне и говорили так. Для нас не главное, чтобы мы стали членами ЕС. Для нас главное построить Европу здесь, у себя дома. Для нас главное приобщиться к этим принципам, к этим ценностям. А вот сейчас, смотрите, молдавская власть, по крайней мере, о чем больше говорит? Больше говорят о еврофондах, о европомощи. То есть конкретно здесь задано направление. Вот это правильно вообще? Я думаю, что вы иногда даже не замечаете, какие вы хорошие. Вы это кто? Вы молдаване. И вы, кстати, по правительству тоже. Поскольку есть вещи, которые принимаются как данные. Например, то, как молдаване принимают украинских беженцев. Да. Это ведь не только... А это все отметили. Но это значит, что, к точке зрения, это как раз и проявление европейских ценностей. Это и есть та солидарность, о которой мы и говорили. То есть вы не словом, а делом доказали то, что вы солидарны со своим соседом в трудную минуту. И это относится в равной степени как и к народу Молдовы, поскольку более 90% беженцев живут в семьях молдаван. И также к правительству, которое, конечно, вложило очень много тому, чтобы вот этому способствовать. Вот я с вами согласна, сразу немножечко, может, перебью вас. Согласна с тем, что вы сейчас говорите. Но ведь при этом что власть говорит? Она говорит, ну нам бы все-таки нужна и помощь от Европы. Обещали-то ведь нам на беженцев, нам сложно уже, понимаете. А она все запаздывает и запаздывает. А почему? А там бюрократические говорят нам свои какие-то проволочки. Это я сейчас к чему говорю? К тому, что есть ожидания конкретные по поводу финансов. И это нормально. Да? То есть при том, когда страна становится кандидатом на вступление в ЕС, я так понимаю, что этих вопросов станет больше? Я думаю, что эти вещи следует отделить. Во-первых, о помощи в ситуации беженцев. Конечно, все знают, что Молдова бедная страна. Это не секрет, одна из беднейших стран Европы. К сожалению. И тем более в такой ситуации помощь нужна. И поэтому вот со стороны Евросоюза эта помощь была незамедительной. Не обязательно это было, как сказать, перечислением. Да. Но делом. Например, более 18 стран-членов Евросоюза с помощью Евросоюза предоставили конкретную помощь беженцам. И не только беженцам. Например, палатки это для беженцев. Но, например, генераторы, которые предоставляются для больниц Молдовы, они ведь не только для беженцев, но и для всего населения, которые будут в этом больнице. Они останутся. И они останутся. И после вот этого незамедительной помощи продолжается помощь по сей день. Ну, например, есть отдельное финансирование для тех беженцев, которые желают переселиться на страны Евросоюза. То есть есть финансирование, что, например, это особо важно в тех случаях, когда люди с болезнями, колясочники, которым на автобусе ехать несколько дней было бы очень сложно. Это очень важно, что они могут переехать за счет этих фондов Евросоюза в страны Евросоюза, которые готовы их принять. Или, например, финансирование, которое идет от Евросоюза через программу беженцев ООН, которая финансирует беженцев, чтобы они каждый месяц могли получать финансирование. Или помощь семьям, которые принимают беженцев. Это тоже вот мы, как Евросоюз, перечисляем World Food Program, то есть программу продовольствия, и который потом выплачивает это тем семьям, которые и принимают. Переходя к второй части, вот как страна-кандидат, да, это тоже должна быть частью мышления, чтобы это не осталось только разговором о ценностях. Поскольку вот тот же самый пример с беженцами, наверное, мы тоже могли бы красиво поговорить о том, как красиво, что вы их принимаете, но ничего не делать. Но это, наверное, будет более актуально позже, поскольку сейчас уже у нас есть рамки, в которых мы действуем в Республике Молдова, где у нас уже есть многолетное сотрудничество. И думаю, что на этом этапе это и будут те рамки, в которых мы будем. Ну вот где точно я знаю, что помощь от Европы наша власть, по крайней мере, ждет, это помощь из сферы энергобезопасности. Вот смотрите, прежде всего по газу, ни для кого не секрет, что у нас есть большие опасения и переживания, и власть все время об этом говорит, буквально каждый день мы говорим, что они переживают за то, чтобы контракт сохранился с Газпромом, за то, чтобы мы получали газ, даже если контракт и будет в силе. То есть много-много рисков. И что говорят наши аналитики? Они говорят, если не приведи Боже, что случится, сами мы не справимся. И я точно знаю, что все взоры будут обращены в сторону Европы. Не будет никто скрывать из наших власть, придержащих, что будут обращаться за помощью. Вот в какой мере Европа нам готова здесь именно помогать? Знаете, мы уже помогаем, поскольку помощь Евросоюза, она ведь не только финансовая. Вот когда появилась эта проблема, когда была проблема, о которой Газпром забыл упомянуть до двух дней до истечения контракта, то Евросоюз уже свою экспертизу предоставил в течение 24 часов. И с помощью Евросоюза можно было уже правительству... То есть наше правительство обращалось к вам с помощью за экспертизой по поводу контракта? Да. Я правильно понимаю? Да, да. Так. И вот тот результат, что сейчас контракт есть, это тоже отражение и той помощи экспертной, которая предоставлялась Евросоюзом. Также, кстати, вот эта первая закупка прошлой осенью, поскольку Молдова никогда в жизни не закупала газ нигде здесь, кроме... Да, по бешеным ценам. Это как? Вот что европейцы на это сказали? Или это решение было принято совместно покупать? Вот тогда Энергоком закупил единожды. Это было совместное какое-то решение или совет возможный? Может быть, так правильно? Это было, можно сказать, проба. Поскольку, чтобы понять, есть ли вообще возможности действовать иначе. И, наверное, это тоже поспособствовало тому, чтобы добиться этого результата с Газпромом, поскольку тоже и со стороны Газпрома было видно, что, ладно, это очень дорого, но, если что, молдаване способны найти и альтернативу. А кто будет платить за эту альтернативу, европейцы не говорили случайно? Да, но я доберусь и до финансирования. И вот тот же момент был, когда и Евросоюз уже увидел, что вот есть проблема, несмотря на то, что контракт был по довольно выгодным условиям для Зимы, но все-таки для Молдовы это было большое увеличение. И в той ситуации Евросоюз очень быстрым темпом, тоже беспрецедентным темпом, поскольку обычно это занимает год или два, за два месяца Евросоюз нашел 60 миллионов евро, то есть 1,2 миллиарда лей, которые были предоставлены для компенсации. Вот у вас тоже, наверное, когда был счет за Газ, прошлой зимой вы видели там раздел от правительства компенсации. Была написана. Да, и большая часть этих денег как раз шла из финансирования от Евросоюз. Скажите, пожалуйста, вот когда, господин посол, вот идут эти переговоры, вы простите уж, что про энергобезопасность, вот тема просто очень важная. У нас вот по поводу электроэнергии, например, спорят. Вроде как диверсификация нужна, а с другой стороны, как бы с украинцами говорили, там даже о закупках и дороже цены. Какая же это диверсификация, если надо теперь покупать дороже, чем вот у нас Молдгресс. Вы как-то говорили с молдавскими властями на этот счет? Давали какие-то комментарии, какие-то советы? Да, это тоже одна из областей, где Евросоюз предоставляет свою экспертизу. И это, может быть, немного можно сравнить с той же самой ситуацией осенью. То есть сейчас 70% закупается в Мгресс, и 30% закупается в Украине. И это важно как раз для диверсификации. Пускай это немножко дороже, но в случае чего у вас уже есть наработки, как работать. То есть такой подход. Чтобы у вас не зависеть от одного поставщика, что не дай бог, чтобы была ситуация, что вот что-то случилось, оттуда нельзя получить. И тогда проснуться и сказать, о, дорогие украинцы, было бы, наверное, намного сложнее и уж тем более дороже, поскольку если нет у вас отношений, почему вам надеются на хорошие цены? Да. Ну вот я знаю, там, где наши молдавские политики и стопроцентно вот перенимают советы, это по части законодательства. Ведь смотрите, это фраза. Мы должны наше законодательство подогнать под стандарты ЕС. Ее говорили бесчислено, наверное, миллионы раз уже говорили. И даже вот есть, прислал один телезритель, который тоже вам задает этот вопрос, что вот он говорит, что мы обязались применить в нашем законодательстве около 450 директив и регламентов. Да? Но только частично. А вот с 17-го года должны были уже все перенять. Вот сейчас вообще ничего не понятно, что мы должны перенимать, что мы не должны перенимать после 17-го года, когда как бы эти сроки истекли. Вы говорите, какие законы первичные? Какие вторичные? Как? Я думаю, что те, которые первичные, они частично можно увидеть не в прямом смысле, но в мнении Еврокомиссии. То есть, если посмотреть на те сферы, на которые Европейская комиссия обращает больше внимания, ну, те и можно считать приоритетом. Но действительно, это новая ситуация, поскольку, и сейчас мы, наверное, переходим к этим деталям, который я уже упомянул, это то, что для Европейского Союза есть так называемый «акий коммунитер», то есть свод законодательства во всех сферах. И там еще будет идти и там 35 отделов, разделов. Очень много, не надо. Насчет всего, начиная от интеллектуальной собственности и кончая, наверное, рыбным хозяйством. И вот эти все сферы будут рассмотрены, и там будет опять видно, где еще Республики Молдовы нужно работать. Как вы полагаете, вот этот новый статус, статус кандидата в Молдове, на вступление в ЕС, он, в принципе, сплотит молдавское общество? Или, как вот были у нас люди, сторонники? И есть те, кто противники? Вот так и каждый останется со своим мнением. Ваш прогноз? Я надеюсь, что число сторонников увеличится. Наверное, не будем наивными. В любом обществе, включая страны Евросоюза, есть те, которые являются евроскептиками. И они всегда будут это... Тоже нормально. Но я думаю и надеюсь, что число тех, которые будут приверженцами и идеи того, чтобы Молдова стала членом Евросоюза, увеличится. Поскольку, с моей точки зрения, это нескольких элементов. Почему я думаю, чтобы это было логично? Во-первых, то, что... Ну, посмотрите на страны Евросоюза. Ну, и если вы зададите себе честный вопрос, вот хочу ли я жить так? Ну, наверное, вы хотите так жить, что вам не нужно было думать о коррупции, даже повседневной, чтобы вам не нужно было думать о том, прислушивается ли власть к неправительственным организациям, чтобы... И в конце концов, и это не в конце концов, может быть, в начале-начал, чтобы вы хорошо жили. Поскольку это тоже одно из тех направлений, которые важны для стран Евросоюза. Уменьшение этих различий между бедными регионами Евросоюза и богатыми. И поэтому те страны, которые являются беднее, они получают больше от европейских фондов помощи, чтобы они стали богаче. И страна, из которой я сам, я из Латвии, наверное, хороший тому пример. Вот когда Латвия начала путь к Евросоюзу, у нас был тот же показатель, что у молодых до сегодня. Поддержки населения? Нет, не поддержки населения. А показатель чего? Скажем так, богатство. То есть... Уровня благосостояния. Благосостояния, да. То есть, если посмотреть, вот то же самое мнение Еврокомиссии, там приложение, и там видно, что в 2020 году Республика Молдова было 33% от среднего показателя Евросоюза. То есть, ну, на душу населения. То есть, условно говоря, молдаванин только на треть соответствует тому уровню благосостояния. То есть, в принципе, я поняла. Надо, в чем можно, не знаю, как бы так, заинтересовать. Вы считаете, что уровнем благосостояния, уровнем благополучия, уровнем жизни. И демократии. И демократии. Да, да. Ну, кстати, я закончу вот о Латвии. Когда мы начали, когда Латвия начала, это было 33% от среднего. Сейчас это 71%. То есть, еще нужно наверстать, но тенденции ясны, что мы приближаемся к средним показателям. Я поняла вас. Молдавская власть очень хорошо, в отличие от Украины, отнеслась к идее, предложенной господином Макроном, европейского политического сообщества. И вот здесь я вас сейчас спрашиваю, вот, чтобы было понимание у нас, у всех граждан Республики Молдова, вот то, что мы получили статус кандидата, это исключает возможность того, что нам сделают официальное предложение о вступлении в это политическое сообщество, и мы можем опять туда вступить, и это как бы будет как-то параллельно идти. Либо, если мы уже кандидаты, то зачем нам это европейское политическое сообщество? Как это понимать? Это одно и другого не исключает. Не исключает. Да, и поэтому, ведь это предложило Франции, которая сама является... То есть те, кто говорят, что это такое в виде предбанника для тех стран, которым еще очень долго не светит вступить в ЕС, это не про это? Я думаю, что даже нельзя полностью на этот вопрос ответить, поскольку это еще идея. То есть... Да, она еще разрабатывается. Она будет разрабатываться, но и тогда и видно будет, вот как она может заявляться. Но так оно один другого не исключает. Есть такое мнение, что Евросоюз за последние годы стал больше еще и геополитической организацией. То есть раньше, когда она образовывалась, то этого в такой мере, этого не было. Я предлагаю нам об этом поговорить, но касательно Молдовы. Но сразу после рекламы, потому что первая часть нашей беседы подошла к концу. Реклама на Первом Молдове. Вы смотрите программу «Тема», и у меня в гостях господин Янис Мажикс. Мы перед уходом на рекламу начали говорить о том, что некоторые видят в том, что ЕС убеждены даже, я бы сказала, что становятся более геополитической организацией. Вы смотрите, что говорит молдавская оппозиция. Про власть мы с вами уже поговорили, теперь молдавская оппозиция. Что они говорят? Они говорят, что все это, подписание этого документа о предоставлении статуса кандидата неизбежно будет приводить все более и более к тому, что будут охлаждаться и ухудшаться отношения и с СНГ, и в первую очередь с Россией. В принципе, мы сейчас не можем похвастаться, что у нас хорошие, очень хорошие, теплые отношения с Россией. Я про Молдову сейчас говорю. У нас есть разные комментарии от молдавских политиков. Есть из первого шелона политики. Некоторые из них говорят, что да, мы теперь будем присоединяться к антироссийским санкциям, потому что мы теперь смотрим в сторону Европы, а другие говорят, нет, мы этого не будем делать. Скажите, пожалуйста, ЕС требует или не требует присоединения Молдовы в этот момент конкретный, исторический, политический, геополитический, чтобы Молдова присоединилась к антироссийским санкциям? Ну, во-первых, я бы не назвал эти антироссийским санкциям, поскольку это санкции против России, но из-за конкретных шагов, которые Россия... Ну, это так во всем мире называют. Да, давайте так. Но это... Не забудем, что первая причина существования санкций это российская агрессия и нападение на Украину. Но относительно того, требует или не требует. Во-первых, не требует, поскольку это... Мы понимаем и то, что в Республике Молдова есть в своей специфической ситуации и не всегда было возможно присоединяться к тем или другим шагам. Но, с другой стороны, я думаю, что будет важно то, как в Республике Молдова будет развиваться и в этом направлении, поскольку от стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику и общей внешней политике Евросоюза. Вот, например, санкции являются одним из проявлений совместной внешней политики. Так что, четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Республика Молдова сможет присоединяться к тем или другим санкциям. Кстати, вот то, что и господь президент упомянула, что, например, в сфере финансов эти санкции де-факто соблюдаются. Я поняла вас. Вы знаете, вот в истории Молдовы был такой момент, вы, безусловно, о нем знаете, сразу после ратификации соглашения об ассоциации, ну, не прям сразу в тот же день, конечно, но у нас случились политические события, и не только политические, да, что, сейчас я сейчас говорю о краже миллиарда, после которого, в принципе, значит, нам так Молдову назвали, господин Янглан, да, он сказал, что Молдова это захваченное государство, то есть после, вот это было как венец, а начинали-то мы с истории успеха, так, произошло вот после этого, значит, непосредственно вот в таком временном промежутке, вот, а эту власть, от чего вы хотели бы как бы сказать, вот, предостеречь? Вот, мы получили уже статус кандидата, чтобы у них точно так же не выросли крылья, как тогда выросли у тех властей, что страна была доведена вот до такого вот состояния, что нас так называли. Вот от чего конкретно? Ну, во-первых, я начну от 2014 года и замечу, что после не значит вследствие, поскольку я думаю, что очень важно, чтобы этот договор с ассоциацией был заключен в 2014 году и он до сих пор помогает Республике Молдове и он был тем базисом, чтобы мы дошли до этого. Да, он тогда был ощутимее для граждан. Позвольте, я вам помогу. Когда мы заключили соглашение об ассоциации, люди конкретно поняли, что мы приблизились к Европе. Знаете почему? Без виз. Там масса этих самых в этом соглашении, да, значит, было пунктов. То есть люди конкретно понимали, вот теперь наша продукция должна ориентироваться на европейские рынки, значит, есть стандарт. Как-то это было более осязаемо. А сейчас, простите, мы ни опросника не видели. А, он же публичен сейчас. Ну, сейчас уже, то есть сейчас он занимается как бы переводом, сейчас его переводят. Но мы его увидели уже, извините, тогда, когда уже, ну, что называется, дорога ложка к обеду. Но дело не в этом даже. Вот. Отчего эту власть нужно предостеречь? И я до этого доберусь, но, может быть, до миллиарда тоже коснусь. И это действительно важно то, что, и, к сожалению, это важно, поскольку нормально было бы, чтобы этот процесс, эта кража была расследована очень давно, но мы, вследствие того, что она не была расследована, что власть в то время недостаточно внимания этому предоставляли, мы видим то, что возы ныне там. И что все еще в этом мнении Еврокомиссии вот есть и элемент деолигархизации, спасибо, и очищение судебной власти. То есть эта проблема сохранилась. И, наверное, вот это и было бы мое предостережение, чтобы вот эта мечта о Евросоюзе не была только мечтой, но была и работой. То есть и это тоже ясно дал понять и Европейская комиссия, и Европейский совет в своем решении, который четко сказал, что продвижение на следующий этап, то есть начало переговоров, будет возможно тогда, когда будут выполнены те элементы, которые были обозначены Европейской комиссии. И если будет регресс, то процесс может остановиться. И думаю, что это тоже очень важно, чтобы власть понимала, что да, если вот это будет только слова, а не дела, то процесс может остановиться. И могут отозвать статус кандидата. Там говорят, есть такой пункт, и как бы он некоторых как-то он мягко говоря смутил. Я думаю, что не буду вдаваться в детали, как это может быть, но, кстати, если даже остановить, результат будет тем же самым. Так что как это будет называться, это уже второстепенно. это второстепенно. Процитирую вас. В последующие годы Молдова должна будет очистить судебную систему, искоренить коррупцию и бороться с организованной преступностью. Ну, почти то же, что вы сейчас говорили. Сейчас все правильно. Но вот оппозиция считает, например, что с реформой судебной системы в нашей стране все происходит, мягко говоря, не очень хорошо. И приводят следующие примеры. У нас есть заведенные уголовные дела на оппозиционных политиков. Я перечислю некоторые фамилии. Это Игорь Дадон, это Раду Мудряк, это Марина Таубер. Я могу еще продолжать этот ряд. Их обвиняют. Разные там обвинения, но что говорит оппозиция? Что только оппозиция. И нет представителей от власти, что называется от слова совсем. И они видят в этом определенный политический заказ. Они видят в этом какие-то политические корни. Вот вы, глядя на все эти дела, вы видите в этом политическую подоплеку? Во-первых, о тех делах, которые есть. Для нас, как Реверсоюз, есть несколько составляющих. Во-первых, права оппозиции. Не только оппозиции, любой политической силы, они должны соблюдаться. То есть, поэтому мы следим за этими делами, поскольку это представители легитимных политических сил, которые участвуют в работе парламента. Поэтому мы следим, как эти дела развиваются. В то же время никто не может быть над законом. То есть, если есть какие-то элементы, которым есть для прокуратуры причины расследовать, то они должны это расследовать. И когда будут собраны доказательства предоставить эти доказательства в суду. Если есть какие-то подозрения, что кто-то конкретно из власти замечен в преступных действиях, я думаю, что очень важно было бы эту информацию предоставить правоохранительным органам, чтобы они разбирались с этими обвинениями. Оппозиция как раз говорит, что они обращаются, но чаще всего на эти запросы не отвечают, но в то же время с удовольствием отвечают на запросы те, которые предоставляют власть. Это их мнение, я его процитировала. Господин посол, когда мы стали ассоциированными членами ЕС, я взяла интервью у господина Перки Тапиолы, и среди вопросов я задала ему один, на мой взгляд, очень важный. Я спросила его, после всего, что произошло, после этого нашего нового статуса ассоциированного члена, скажите, пожалуйста, вот Евросоюз будет нести ответственность за все, что происходит на сегодняшний день в Молдове? Господин Тапиолы сказал так, он сказал, нет, Молдова должна сделать свою часть работы, а Евросоюз должен сделать свою часть работы, и так мы с вами будем двигаться. А вот теперь мы получили статус кандидата, и я задаю этот вопрос уже вам. Скажите, пожалуйста, Евросоюз будет нести ответственность за то, что происходит в Молдове, потому что мы уже сделали второй шаг по вступлению в ЕС. Я думаю, что я могу сказать то же самое, что мой предшественник, поскольку Евросоюз не будет руководить Молдовой вместо молдавских властей. Эту власть избирают избиратели Молдавской республики, власть в ответе перед своими избирателями. То, что Евросоюз может делать, это поддерживать те начинания, которые мы поддерживали до сих пор и будем поддерживать впредь. И это будет основываться на наших ценностях и на той рамке, в которой мы сотрудничаем с республикой Молдовы. Наверное, сейчас рамки расширились, поскольку здесь виден новый статус. Но это прежде всего поддержка того, что делает власть Молдовы. Или может быть это будет критика того, что они не делают. Или лучше бы не делали, как говорят. То есть вот так вот. Прямая ответственность. Я поняла вас. Что бы вы могли сказать все-таки тем гражданам республики Молдовы, которые, невзирая на то, что мы сейчас с вами начали частично уже отвечать на этот вопрос, все-таки относятся достаточно скептично к тому, что Молдове вот в это время необходимо все-таки двигаться в сторону ЕС. Что им необходимо сегодня сказать? Что бы вы им, обратившись, посоветовали? Я думаю, что главное черпать информацию из подтвержденных источников, поскольку я уверен, что будет много дезинформации о Евросоюзе. как было и в прошлом я слышал, что когда был план заключить договор ассоциации, что были люди, которые были уверены, что нельзя будет больше есть свинину на Рождество и что будет обязательство заключать однополые браки. Я уверен, что всякой информации будет еще много. То есть об однополых браках в принципе это дезинформация? Это зависит от решения страны. Как вы знаете, в Евросоюзе есть страны, где однополые браки существуют. Разрешены законом, а есть где запрещены? Нет, их просто нет. Понятно. Но думаю, что будет важно продолжать диалог и между властями населением и свою роль будет играть неправительственные организации, которые у них конечно есть свой интерес, поскольку многие они развивают свою деятельность в тех областях, которые помогают продвижению тех ценностей, о которых мы говорили. Просто помогают населению на средства, которые представляются Евросоюзом. и там тоже будет и наша роль Евросоюза, поскольку о том, что есть и что нет Евросоюза, это и будет наша работа пояснять, рассказывать, что мы из себя представляем и как раз то, что мы уж точно не представляем. Приднестровье, ведь это нерешенный конфликт на территории Республики, это и есть территория Республики Молдова, да и лидеры Приднестровские постоянно говорят, что ни они, население не горят желанием вступать в ЕС. Вы наверняка в курсе, что они крайне болезненно отнеслись, когда был момент подачи заявки Молдовой на вступление. Вот что необходимо здесь предпринимать, чтобы это было правильно? Во-первых, я думаю, что тут есть очень хорошее начало, поскольку Приднестровье отличается от тех ситуаций, которые называются замороженным конфликтами в других странах. В том числе и ввиду того, что DCFT, то есть договор о свободной торговле между Республикой Молдовы, Молдовой и Евросоюзом относится также к той части, которая на левую. И они пользуются этим. И они очень активно этим пользуются. Это правда. И думаю, что это очень важная предпосылка того, чтобы это сотрудничество развивалось. И, кстати, у нас есть от Евросоюза проекты и на левом берегу, например, так называемые проекты на развитие конфиденцией меры к определению доверия, которые мы внедряем и на правом, и на левом берегу. И то есть это сотрудничество уже идет. Но для нас в то же время очень важная точка отсчета то, что для нас мы, как Евросоюз, хотим способствовать политическому решению конфликта с учетом территориальной целостности Республики Молдовы в международно признанных границах с особым статусом для региона Переднестровья. И этот вопрос нужно будет решать. Но в то же время это ясно, что это вопрос не для сегодняшнего и не завтрашнего дня, поскольку к сожалению война продолжается в Украине. И когда идет война рядом, ну, наверное, о мирном решении Ну, у нас тут, да, вопросы сейчас обсуждают другого несколько рода. Я хотела бы все-таки уточнить, формат 5 плюс 2, вы его оцениваете положительно, он должен продолжаться именно такой, потому что у нас сейчас есть все-таки различные мнения, если кто-то говорит, что нужно менять формат, вот ЕС как? Знаете, я думаю, что об этом дискуссии предреждевременно, поскольку и очень хорошо действует формат 1 плюс 1, то есть прямой диалог Кишинева и Тирасполе, решая практически вопросы, которые все время они решаются, в том числе вопрос электричества или сырья для... Знаете, в чем разница, что у нас было несколько президентов, которые не лично не участвовали в переговорах, в том числе вот и Майя Санду. Были такие президенты, которые и до нее, но и были президенты, которые и лично встречались с лидерами Приднестровья и пытались как-то. Вот у нас ситуация такая, это нормально. Я думаю, что там единственного правильного ответа нет. И я думаю, что этот вопрос действительно более длинного времени, так же, как и вопрос о будущем формата 5 плюс 2. Хорошо. Если мы говорим по поводу наших желаний, усилий, все решил бы референдум, ну вот прям все. Обязателен ли будет когда-то, хотя бы, теоретически, чтобы в Молдове перед вступлением в ЕС, вот если мы все хорошо будем делать, чтобы у нас был проведен референдум? Это зависит от самой страны, поскольку есть страны, где по Конституции ясно, что референдум нужен быть, есть страны, которые просто хотят референдум провести, есть страны, которые референдум не проводили. То есть это то есть нет такого формального требования, чисто если спрашивать мое мнение, ваше мнение, позвольте, и это несогласованное время на это время, то есть я не могу говорить от имени Евросоюза на этом, я думал, что это был бы важным элементом, поскольку тогда вот есть ясность и для населения, что закрыли бы вопрос, да, уже как-то не только то, что закрыли, но в то же время важно, когда это делать, когда уже ясно, как и вы эти условия вступления, то есть когда переговорный процесс не только начался, но и уже закончился, и когда уже всем ясно, вот если мы вступаем, то на таких условиях. Премьер-министр буквально, по-моему, вчера заявила о том, что переговоры о вступлении в съезд мы сможем начать не этой даже осенью, а еще следующей, так примерно, то есть прогнозы, мы прогнозируем же, как будет развиваться ситуация, вот примерно так, то есть чуть больше, чем через год получается. Вот сам факт начала уже этих переговоров будет означать, что мы выполнили условия, которые нам выставили при получении статуса кандидата? или как? Во-первых, если я правильно читал ее цитаты на русском, она сказала, что не раньше. Не ранее, да. То есть это действительно важный элемент, поскольку на данном этапе никто вам не сможет сказать, когда, поскольку если вы посмотрите вот на эти девять элементов, которые, над которыми нужно работать и выполнение, которое является тем шагом до начала переговоров, то есть такие, которые могут занять меньше времени, ну, например, улучшить диалог между гражданским обществом и властью, ну, там, можем установить механизм, год посмотреть, как он работает, ну, будет ясно, что это не только для галочки, но он действительно работает, это можно довольно быстро, но вот те вопросы, которые от очищения правовой сферы или диалергизации, я вам сегодня не могу сказать, вот как быстро это будет продвигаться, вы увидите этот процесс приветинга, то есть он сейчас начался, он идет, со своей, с нашей стороны мы его приветствовали, мы его и поддерживали, но вот как он будет развиваться дальше, нужно будет смотреть, и в зависимости от того, как быстро будет проходить процесс выполнения этих элементов, и будет зависеть от ответ, когда начнутся переговоры. я поняла вас, ну и конечно я традиционно должна вас спросить о том, о чем сегодня говорят все, это об опасности военных действий на территории Молдовы, все говорят о Приднестровье, но я не об этом хочу вас спросить, потому что комментарии, как ведь мы получаем, сложно спрогнозировать, да, даже что будет завтра, послезавтра, и через месяц тем более, но, чтобы мне было бы интересно от вас узнать, у нас сейчас в обществе развернулась дискуссия по поводу того, следует ли все-таки Молдове приобретать вот то самое тяжелое летальное вооружение, или все-таки мы нейтральная страна и нам бы не надо в это, потому что, ну, понятен уровень нашей армии национальной, да, и вот мне интересно сейчас ваше мнение, вот, вы бы поддержали идею покупки этого тяжелого вооружения со стороны Молдовы или предоставления, я не знаю, как там вот это все, или нет? Во-первых, если мы позволите, поскольку это тоже был один из тех вопросов, о котором было некоторой дезинформации, немножко отступлю на один шаг. Со стороны кого? Дезинформация? Не буду идентифицировать, но... Ну, хорошо, говорите, у вас есть такая необходимость, да. что республики Молдову заставили брать кредит на покупку натовского оружия. Во-первых, не заставили, это было желание республики Молдовы улучшить свою безопасность, во-вторых, не брать кредит, а это представляется безвозмездно Евросоюзом, в-третьих, это не натовское решение Евросоюза, в-четвертых, не оружие, а не летальная помощь. То есть, то, что республика Молдова пожелала, чтобы Евросоюз помог, это изначально это был военный госпиталь, это были инженерные... В начале. Да, это в начале года, 7 миллионов для разминирования. Вот это недавнее решение на 40 миллионов это в принципе логистика, то есть, это автомашины, чтобы больше, наверное, не перемещаться на автомашинах, у которых год рождения раньше моего, это и средства связи. Так, я сказала, наши, да, уровни оставляют желать лучшего. Беспилотники, то есть, с моей точки зрения, если 30 лет у Республики Молдовы было Министерство Обороны и Вооруженные Силы, наверное, есть какая-то причина, почему их имеете. Иначе можно и выбрать путь Коста-Рика, у которой армии нет. Армии нет. У нас, кстати, говорили об этом какое-то время. но если армия есть, и если есть желание, чтобы она нормально функционировала, то, наверное, есть и смысл, чтобы она функционировала нормально. Дальше уже можно смотреть, вот какие как раз есть. Сейчас тяжелое летальное вооружение, сейчас все спорят, что нам нужно конкретно, вот нам нужно вот это тяжелое летальное вооружение. Граждане Республики Молдова о том, что у нас будет доставлено некое вооружение. Как вы полагаете, это вообще в принципе возможно? Что? Что в Молдову будет доставлено некоторое вооружение, а мы об этом граждане просто и не узнаем. Это реально? Или вот уровень прозрачности и готовности властей, на ваш взгляд, сегодня таков, что непременно общество об этом скажет? Военная сфера такая, где я не эксперт, скажу честно. Опять вопрос к министру обороны. Да, дипломатический ответ. Хорошо. Смотрите, мы говорили сегодня много по поводу ЕС, у нас уже очень мало времени остается, по-моему, минуты 4. Все меняется за это время. Вот мы сколько лет Молдова говорит, мы хотим в ЕС. Правда. И люди, граждане поддерживают эту идею и голосуют за проевропейские силы. А вот как за эти годы изменился сам ЕС с вашей точки зрения? Как изменился ЕС? Знаете, ЕС есть такая странность, можно сказать, но может быть не даже не странность, то, что Евросоюз становится сильнее через кризис. То есть периодически есть какой-то кризис. Но лидеры встречаются, думают, что делать, и результат всегда является тем, что... А сейчас кризис? Я думаю, что сейчас кризис, да. Поскольку вот то, как российская агрессия в Украине изменила миропорядок, она действительно технические сдвиги. Поэтому я думаю, что реакция Евросоюза отличается той, какой она была в других ситуациях в прошлом. например, мы говорили об оружии. В прошлом Евросоюз никогда оружие никому не предоставлял. Но в случае... более военизированные вы хотите сказать какие-то моменты? это просто не исключает военную составляющую. Например, для Украины такая помощь летальная она представляется, поскольку для Европейского Союза очень важно то, чтобы восстановить этот правопорядок, какой он был, поскольку эту систему создавали десятилетиями. и вот его одним даже не розчерком пера, а просто гусеницами танков изменять очень и очень опасно не только для двух стран, но для всего мира. Что для вас... Последний вопрос. Что для вас в вашей работе в Молдове является самым сложным и самым простым? Поделитесь. Интересно. Ну, наверное, сложно то, что в Молдове полно каких-то сюрпризов, поскольку ситуации иногда меняются очень быстро и, конечно, нам тоже нужно на это реагировать. Везде сейчас быстрая ситуация меняется, не только в Молдове. Молдова, наверное, меняется чаще и больше, чем другие страны. это неплохо. Часто это неплохо. К сожалению, это иногда и негативное развитие, но у вас и много позитива. А самое простое? самое простое, наверное, это взаимодействие. Мне действительно здесь легко работать. Вот вы меня пригласили, я пришел, если у меня необходимость встретиться с кем-нибудь, я могу это сделать. То есть, диалог очень такой открытый и простой. для меня это... Господин посол, могу только сказать, что были бы мы точно так же рады, если бы на наши предложения откликались, в том числе и представители власти. Это так, не в качестве жалобы, не подумайте, что мы жалуемся, СМИ, на это все, но мы все-таки рады тоже были бы видеть, поэтому многие вопросы, которые вы сейчас говорили, обратитесь к министру обороны, мы бы с радостью. Вот честное слово, просто вот совсем, что называется, велением души, но имеем то, что имеем. Я благодарна вам за то, что вы пришли, за то, что вы сегодня очень много осветили тем и для наших русскоязычных зрителей, потому что у них тоже есть необходимость, была вот, и многое, меня просили о том, чтобы я пригласила именно вас, что я, собственно говоря, с удовольствием сделала. Спасибо вам приходить к нам еще. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Тема», я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин